Сегодня мы находимся в гостях в волейбольной школе «Пилотик» и беседуем с серебряным призером Олимпийских игр в Афинах, неоднократным призером чемпионатов России, двукратным чемпионкой Европы, Нелена Изарыбина. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Спасибо, что приехали! Школа волейбола появилась исключительно из моего желания покинуть дом и начать заниматься чем-то, кроме того, как сидеть и воспитывать детей. Я дома сидеть просто не могла. А изначально, конечно, я даже уже, скажем так, ближе к окончанию карьеры я понимала, что мне нужно для чего-то заниматься. И, в принципе, я для себя определила, что я буду тренером. Я люблю детей, у меня свои амбиции, я хочу передавать опыт. Я обожаю видеть, как такой ребенок ко мне приходит и что получается в итоге. Это такой материал для, ну, как глина, да, что ты можешь его улепить, учить, обучать. Не только волейболу, там, каким-то другим навыкам. И в итоге приходит какой-то результат, который, конечно, топлет на душе. Очень приятно все это видеть. А название ты любила здесь? Название? Ну, да, тут очень все просто. Я думаю, что многие, кто меня знает, и знает меня фамилию Плотникова. Надеюсь, все фамилия. Вот. С 17 лет я играла в команде Николая Васильевича Карполя в «Уралочке». Вот. Ну, так же там провела все свои годы юности, вот, и в сборной команде. И у всех, ну, не у всех, может быть, у игроков есть такие никнеймы, да, то есть не будем называть это кличками, но никнейм, да, который тебе прилипает на всю жизнь. Вот. И вот, исходя из моей фамилии Плотникова, меня в команде звали все Плотик, вот, так, скажем так, ласково, да, девчонки-подружки. Вот. Николай Васильевич тоже иногда так называл, но в основном там было что-то типа «Плот!». Ну, я решил, что «Плот» на моей секции. Вот. И я «Пусть будет Плотик». Вот. Ну, так и назвали. Все, скажем так, улыбаются, когда видят это название, да, и так интересуются, типа, «Почему Плотик?». Я говорю, ну, вот так вот. Я Плотик, моя команда тоже Плотик. А вы какие-то черты от тренера вашего наставника переняли? Ну, наставник, тренер. Тренер, ну, наверное, все тренера разные, да, то есть у всех и подходы к тренировкам разные, и отношения к людям, да, свои, непонятия свои. Что я взяла от Николая Васильевича? Ну, конечно, самое хорошее. И вот. Я работаю, стараюсь придерживаться его понимания в смысле подачи ребенка, подачи подростку, правил волейбола, вот, ну, наверное, может быть, старомодных, скорее всего, да. Да, то есть для меня важно отношение к волейболу, важно отношение к спорту человека, что он преследует, какие цели, когда он ко мне приходит, ради чего он приходит, да. Да, плюс я уделяю очень много внимания технике, да, так же, как и Николай Васильевич, для него это было очень важным аспектом в нашей игре, да, волейболе. То есть человек техничный, человек, правильно выполняющий волейбольное, да, вот это все, все эти волейбольные движения, он, естественно, ну, намного выше своих каких-то таких же подростков, да, которые, ну, может быть, где-то это упускают. Вот, поэтому вот спасибо большое, конечно, Николаю Васильевичу, это огромный опыт, и я даже применяю многие упражнения, и даже слова, и какие-то высказывания, да. Да, да, я повторяю за ним, и я это говорю своим подросткам. А расскажите, как попасть к вам в школу в площадь, как в площадь, как начать тренироваться, какие-то, может, ограничения, в какие очень секции набираете? Значит, ну, у нас изначально школа классического волейбола была, вот, 6 лет, вот, она у нас уже существует, уже достаточно известна, да, в кругу волейбольном. И ко мне приходят дети, это коммерческая школа, вот, то есть это никакая не школа, не государственная, это коммерческая школа, и я беру всех детей, да, то есть у меня есть группа деток 7-11 лет, то есть возраст, у меня есть тренер, который их тренирует отдельно, у меня есть две подростковые сейчас секции, которые веду я, и плюс у меня есть тренеры, которые мне помогают. Есть взрослая секция, где приходят ко мне люди любого возраста, любого физического состояния, то есть взрослые приходят ради удовольствия, однозначно, да, то есть беру всех, и, как говорится, и подростков, и детей, и взрослых, любого вида толстеньких, тоненьких, слабеньких, там, ну, ну, которые, там, родители приходят, говорят, о, она у меня не может даже, там, мячик поймать, там, я говорю, ничего, ничего, научим, будет ловить, еще отбивать, и все будет. И опять же, я когда, вот мне приводят такого ребенка, мам прямо, ну, она еще не может, она мячка боится, на это я говорю, ничего, ничего. И когда ты видишь результат, ребенок, который вот так вот на самом деле уворачивался от мяча, прятался, просто расцветает, да, он просто тут боятся, у него появляется уверенность, да, она начинает, там, или он начинает, там, совершенно, ну, какие-то упражнения, которые никогда бы не подумали, да, что он выполняет их, и вот это вот результат, да, ради которого вот, вот я собираю, да, я собираю детишек, вот, вот разных, у меня нет отбора. Единственное, что, конечно, когда соревнования играют те, которые более, ну, лучше, да, своих сверстников, вот, ну, это мы, это у меня детки понимают, я тоже, говорят, стараюсь никого не обижать, я объясняю, что в соревнованиях участвуют шесть человек, которые, которые лучше, да, но у тебя есть шанс всегда, да, стать лучше, да, этого ты должен то-то, 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 не пропускать тренировки, там, без причины, да, там, не халявить на тренировках, там, слушать тренера, там, ну, в общем, вот такие, какие-то стандарты, которые, ну, они в любом спорте присутствуют, и, в принципе, детки совершенно адаптно это воспринимают, да, и, в общем, ну, я пока вот не вижу проблем, что у меня тут кто-то играет, а кто-то нет. Они у вас после школы куда-то идут или идут в какую-нибудь школу олимпийского резерва, чтобы... Ну, знаете, если мне приводит ребенка, у которого я вижу какие-то данные особенные, да, для волейбола, то есть там рост, может быть, там не что-то, там, может быть, еще рост небольшой, но я вижу там большие кисти, там, большие стопы, то есть ребенка есть прогресс, да, куда расти, там, высокие родители. Вот, я просто предлагаю родителям, чтобы обратить внимание на то, чтобы нам, может быть, отдать как раз какую-то школу олимпийскую резерву, да, которая рядом, вот, но, наверное, знаете, как получается, когда дети и родители, да, со своими желаниями, уже определяются до того, как ко мне приходят. То есть если вот он хочет пойти уже играть где-то там на более хорошем уровне, да, и там, с чего-то добиваться, они уже идут в спортшколу, они уже знают, что все, они по-другому ко мне приходят. Единственное, что можно заинтересовать ребенка, может быть, не знает, хочет он этого или нет, да, и тоже вот он ко мне приходит и заинтересовался, и все, и он прям горит, он хочет все. Я тоже родителям, я говорю, а почему бы и нет? Я говорю, попробуйте, я говорю, ваш возраст, допустим, еще вполне возможно там забрать в эту спортивную школу, там уже родители правят миром, да, они говорят, нет, Елена Михайловна, нам достаточно того, что у нас ребенок вот этим занимается, все отлично, нам все нравится, ну, у нас там на английском языке акцент там, да, или там нам, ну, музыканты там, скрипачили. Он говорит, пожалуйста, хорошо, приходите ко мне, ну, по-моему, да, ради бога, пусть ходите ко мне, тогда довольно счастливо радуется и у меня волейбол. Вот так. А вот мы видели перед интервью, здесь занимались борьбой, скажите, вообще, как связана болейбол, борьба, песня? Да. Как это все получилось? Ну, вот мы вообще на песке здесь собрались, да, вот хочу сказать, что так же вот у нас мы расширяемся в школу, да, то есть мы начали с классического волейбола и поняли запрос людей на то, что, а где бы поиграть на песочке, а где бы вот нам вот пляжный волейбол, да, ну, мы вроде как все время отправляли, вот, идите туда, идите туда, а потом подумали, а в смысле, почему бы и нет, ну, вроде как, это же волейбол, да, вот, и решили, что вот давайте-ка мы попробуем ну и спляжный волейбол тоже, да, если мы не спрашиваем. И вот открыли здесь секцию в зале спорта СССР. Ну, вроде все так неплохо, да, у нас. Сейчас наш, скажем так, наш уровень, наш уровень вот этого волейбола, который сейчас на пляже, это тот же уровень, который, вот, люди звонят и говорят, а я вот, ну, я вот ничего не умею, или там, я там, ну, так, чуть-чуть-чуть-чуть, а вы меня возьмете? Ну, конечно, возьмем, но приходите, вот, вы, может быть, научитесь здесь, а потом там пойдете куда-то более серьезно, если захотите, да, когда вы сейчас не можете туда попасть, да, потому что вы, вот, вот что-то у вас не так, да, идите, приходите, научитесь у нас, а потом, пожалуйста, вперед, там, дальше, на больше, на более, там, высокий уровень. Ну, вот, то есть вот в таком формате работа. А по поводу борьбы, это уже, скажем так, наше такое маленькое детище, что ли, от волейбола немножко отступление. И работает у нас тренером пляжного волейбола, вот, Гастюхин Дмитрий, профессиональный тренер, значит, больше 20 лет у него тренерского стажа, занимался единоборствами, сейчас скажу, он чемпион МАИ по боксу, вот, и, значит, помимо того, что он тренирует у нас волейбол, да, было предложение, чтобы, ну, бы не перенести, значит, единоборство на песочек, и именно для детей. Ну, так, подумав, да, решили, что, и причем эти единоборства, они у нас очень с младшего возраста, скажем так, да, то есть если в волейбол дети идут 7-8, но то и позже лет, да, то есть вот, то единоборства на песке детские, то есть это вот мы решили, что с 4-х лет уже вполне себе можно запускать деток, потому что, ну, развитие, физическое развитие, силы, воли, быстроты, да, то есть это все можно прививать ребенку уже с малых лет, что нам сейчас необходимо вообще, да, при нашей сумасшедшей жизни, как в интеризации, вот, и раз есть, скажем так, есть хороший тренер, есть зал, есть возможность, то почему бы не подключить и вот такой вот, скажем так, и даже не вид спорта, да, это какое-то дополнение к развитию ребенка, да, вот таких вот с малых лет, я считаю, что это классно и думаю, что это, ну, какое-то развитие обязательно даст хорошее, положительное. А помимо борьбы просто опыты занимаетесь? Ну, вот, если брать именно секцию, которую сейчас дефилируют, там, нет, ну, там же как, там, смотрите, эта секция, она направлена на то, чтобы полноценное развитие ребенка, да, ну, 4 года какая там борьба особенно, да, то есть, естественно, там работа на гибкость, работа на какие-то акробатические элементы, там, кувырки, там, какие-то падения правильные, да, чтобы ребенок мог там, так, как, супер, там, сгруппироваться, по КП, естественно, и вообще без этого никак, даже мячики волейбольные будем давать, да, для того же, чтобы они вот уже учились мячик ловить, там, пусть это сейчас будет волейбольный, да, не важно, что он там будет ловить, скейтбольный, скейтбольный, да, в итоге, вот, ну, вот эти вот навыки все, да, они вот здесь вот, они вполне себе очень развитие, очень хорошо. А вы сами как-то себя пробовали в борьбе? В борьбе нет, я пошла, ну, я с волейболом закончила давно, вот, и у меня сын пошел в бокс, да, Дмитрий, как раз, Дмитрий, тоже в боксе преподает и занимался, вот, а я со своим сыном пошла на бокс, вот, это было очень смешно и весело, потому что кто понимает, что такое волейбол, там все время правая рука, левая нога, кто понимает бокс, там все время одна сторона, у меня настолько автоматом вот эта разностороннесть, да, что когда мне говорили, ну, что ж ты не можешь правую руку, правую ногу поставить одновременно, я говорю, поднимаю глаза, вот, ну, в общем, вот у меня опыт боксом, да, ну, там, может быть, я бы и занималась у себя, потому что, на самом деле, ну, какое-то движение, какой-то интерес, интерес есть, вот, травмы, у меня травмы, они меня замучили, и, в общем, я поняла, что максимум, что я могу, ходить по лесу, вот, получать удовольствие от этого. Часто ходите? Да, у меня есть удача, там, рядом с лесом есть, да, выйти погулять, собрать ягоду, грибы, обожаю. Классно. Думаю, все, волевого, льбы. Да, давайте. Льбы классик, вы, несомненно, профессионал в своем деле, а вот на песке вам? На песке, да, я на песке, да, я на песке, ну, здесь я ни разу на тренировке не была, вот, я с мужем, с Алексеем, мы ходили на левый берег, да, я не знаю, даже обрискать, любыецы знают, этот левый берег, да, влезет, ким-ка, да, на берегу реки, потрясающе, сделали, какой-то был комплекс, да, спортивный, ну, под открытым небом, вот, и, ну, значит, все, там, пошли, ну, пошли, вот. Ощущения такие, очень интересные, потому что классики на самом деле, даже вот, даже технически все очень отличается, да, что-то тут нельзя делать, там, верхняя передача должна быть особенная, перекидывать мяч через сетку, там, какие-то там у них свои, да, кулачки, вот, выпрыгивание, там, на блок или нападение, тоже все другое, вот, ну, и я, значит, как классик истины, да, думаю, сейчас я всех, вот, что-нибудь сделаю, всем покажу, закопалась я в этом песке, единственное, что мне понравилось, это как тут можно падать, да, то есть, о, красота, бежишь за любым мячом, значит, достаешь и достаешь, падаешь, и тебе ничего не можно, вот это классно, там, я считаю, ссадин каких-то, да, отписка, вот, а так, конечно, волейбол классически отличается от пляжного, вот, и, наверное, классики, которые переходят в пляжный волейбол, наверное, ну, открывают для себя много интересного, да, и, в принципе, это такое можно даже и классика применять, потому что, потому что я вижу, да, как тренируют, да, почему бы и нет. А у вас кто-то тренируется с детей и на пляжный, и на классическом игре, да, что они не из детей, не из взрослых, может быть? Ну, у меня много взрослых из моей секции перешли на пляж, да, не потому что им классика не нравится, а потому что, вот, это их запрос, да, то есть их запрос, то есть классику, не везде найти, где поиграть, да, не везде влиться в команду, особенно, если ты не настолько уникабельный, да, и не так открыто уходишь, там, многие команды, много группы, ну, и не берут иногда все, да, то пляж, это вот, пожалуйста, то есть это сезон, да, который ты довольны, счастливы и на отдыхе, да, там, где-то на пляже, можно совершенно спокойно войти в команду, и даже если тебя, там, начинают присматриваться, а ты, вроде, как вышел, там, все, сделай, что надо, все, тебя уже будут зарпотянуть, да, и это запрос, это запрос людей, вот, таким, ну, идет вот такая миграция, да, то есть из классика к пляжку, может быть, из пляжки в классику кто-то приходит, вот уже все умеют, и пойду, то я там, это нормально. А с кем вам сложнее, может быть, работать или проще, наоборот, в семье или со взрослыми? Взрослые приходят, еще раз говорю, да, ради удовольствия, то есть они уже состоявшиеся личности, и у них уже свои закоренелые какие-то, да, там, привычки и движения, если они еще приходят, которые, что где-то почему-то научились, да, вот, переучивать очень тяжело, то есть это там или ломать, или, как бы, человеку говорить, ну, давай вот попробуем чуть-чуть вот так, так ты уже умеешь, давай, вроде, вот так вот сделать, а вдруг это будет лучше, да, чем-то может. Вот, и отношения взрослых к тренировкам немножко тоже другое, вот, они более ответственны, что ли, относятся, да, то есть они, вот, они, если пришли, то они отрабатывают, получается у них, не получается, у них разочарование, там, счастье, там, радость, да, это результат, вот, а подростки, это вот то, что я говорил, то есть они приходят, они приходят вообще, никто вообще не знает, зачем пришли, мам с папой привели, да, говорит, там, а давай попробуешь волейбол, да, ну, давай попробую, там, ну, и приходят вот так вот, встают, вот, так вот, вот, ну, там, на странице, я говорю, привет, че, как дела, че, пришел волейбол учиться? Научите? Я говорю, конечно, я говорю, вот и струки опустишь, я говорю, начнешь выполнять то, что я здесь, говорю, конечно, научу, еще лучше все будешь, да, давайте, ну, вот такие, да, то есть они, они все специфические, то есть, да, кто-то приходит с горящими глазами, и там совершенно, ну, не волейбольные дети, которые просто, вот, и мяч-то в руки давать, вроде как, и смысла нет, чтобы они борьбой по всем заниматься, да, вот, а они приходят, и они горят, они, то есть думаешь, господи, ну, да, ну, такой, ну, что делать, будем учиться, он, да, то есть там через какие-то, там, ну, через какие-то, там, вот, скажем так, ну, скорее, вот вообще здесь нет, надо разговаривать, надо общаться, им надо чего-то вот рассказывать, да, потому что голая, голая работа, вот, голая вот эта вот эта, это, мне кажется, неинтересно, вот, ну, бывают моменты, когда, там, я их ругаюсь, не без этого, да, потому что, иначе, там, они вообще, ну, ну, есть их, да, они не похулиганить могут, для каждого надо иметь какой-то подход, иногда очень сложно, иногда, вот, скажем так, ну, уходят, да, уходят дети, то есть они либо не готовы, ну, не готовы к той работе, которую я им там предлагаю, да, либо они не готовы психологически к тому, что я требую от них, вот, и, естественно, тоже идет такая текучка, то есть кто-то остается у меня на года, у меня вот есть ребята, которые вот, я сейчас сидел в школе 7 лет, да, вот онифуты, у нас уже 5 лет, они пришли ко мне 11-летние, да, им уже по 16, я вижу, какие они, какие они у меня были, да, как они растут, как они вырастают, вот, вот, это классно, это на самом деле здорово, когда вот достаются, да, то есть все, они прикипают, им больше не надо ничего, они ничего не хотят, они понимают, ради чего они приходят, может быть они приходят просто ради, ну, не знаем, просто ради чтобы, что это волейбол, они его полюбили, да, и больше, ну, и больше ничего не надо. Поэтому подростки, да, своеобразный, конечно, контингент, вот, но очень интересно. Вот, у меня, конечно, у нас переживаний куча, нервов куча на это уходит, вот, ну, мне нравится, ну, где-нибудь попереживаю, порастраиваюсь, да, я себя погрызу, ну, ничего, встаем и дальше работаем. Если эмоции у нас, то это все важно. Да, это важно, важно, но иначе как этим не занималась. Ну, вот, сейчас подростковую секцию еще открываем в Путилково. Даже так, мы опять все направление берем в классическую гиббулу в Путилково. Вот, то есть у меня еще будет одна детская, еще одна подростковая, еще одна взрослая. Единственное, мне не разорваться, туда у меня будут, там у меня будут работать тренера. То есть я уже туда, то, что буду есть танки в мастер-класс, или просто приехать посмотреть, там, провести тренировку, там, ну, как-то так. Ну, вот, в общем, расширяемся. Я напоминаю, у вас в основном по области, школы, залы. Ну, у меня, вот, где живу, там и все, всем, и даю возможность научиться в гиббол. Да. Вот, пока так, пока так. Насчет Москвы не думали. Мне, мне комфортно вот здесь, вот так, вот, рядышком, чтобы развивать свой, вот, свой ареал развивать, да, то есть вот здесь у меня должен быть волейбол. И пусть это будет мой волейбол, да, буду я и моя школа. А воспитательники в каких соревнованиях у вас сейчас есть? Ну, значит, мы два раза в год проводим свои соревнования, значит, школа волейбола проводит соревнования «Кубок плотик». Вот, на этот, на этот «Кубок» приглашаются, также, значит, у нас изначально идет запрос школы нашего района, да, то есть мы принимаем, значит, записываем обычные школы, да, наши, которые, образователи, которые, вот, готовы собрать команду и участвовать. Вот, а дальше уже к нам добавляется как раз вот область, в которой были ближние, ближние, скажем так, наши друзья. Вот, и делаем турнир, он у нас длится долго, мы, единственное, ну, почему еще долго, значит, каждый суббок и воскресенье проводим, да, если когда этот турнир начинается, вот у нас, там, допустим, в течение четырех, либо в шестине десять, мы, да, сколько форматов набираем, да, вот мы проводим, ну, в результате у нас победители, в результате у нас призы, обязательный торт, вот, шарики, в общем, детки довольны, всегда очень ждут, все, все команды очень ждут, конечно, нашего кубка, потому что для подростков сейчас нет волейбола, нет соревнований, очень мало, да, то есть вот мы тоже пытаемся куда-то попасть, да, на какие-то соревнования, чтобы туда подключиться, а их просто нет, ну, вот, школы играют в свои какие-то школьные турниры, которые не пускают, значит, все стороны, не кубок, их чисто школьные, да, вот, в прошлом году мы участвовали нас пригласили химки играть, значит, они сделали открытый, открытое первенство химок среди школьников, и мы были туда приглашены, да, то есть для нас был, конечно, вообще супер, там было, ну, не соврать бы, ну, совру, простят меня, да, организаторы, там, ну, где-то 18 команд, вот, были поделены под группой, ну, в общем, вот мы играли, мы в этом турнире заняли третье место, то есть как для нас, так и для них, да, и для моих детей это было, ну, как бы, ну, скажем так, с движением, да, потому что они такие же, там, да, школьники, ну, в общем, вот они между собой, вот этих, вот этого не хватает, это соревнование, когда вот дети, да, находят и друзей, да, и что-то для себя понимают, да, чем они занимаются, для чего они занимаются, да, почему там бойцами становятся, потому что одно дело на тренировках, там, все-то там, да, как-то играть, а другое дело, когда-то надо проявлять себя, вот, турниры нужны, они, как бы, обязательно мы будем проводить, либо вот сами, либо куда-то тоже подключаться, в обязательном порядке, так что над этим работаем. Я слышала, у вас старшая дочь занимается волейболом, вот, она с вами здесь занимается или нет? Старшая дочь, ну, да, там, знаете, как все говорят, вот, амбиции родителей, значит, мы все хотим, чтобы наши дети были лучше у нас, да, там, все, да, вот. У меня дочка, дочка сейчас, вот, 9-15 октября, у нее 10 лет будет, метр шестьдесят восемь роста. Я ей говорю, Настенька, я говорю, если ты с таким ростом не будешь заниматься спортом любым, я говорю, я тебя не хочу заставлять идти в волейбол, ну, волейбол идти, да, ко мне. Я говорю, хочешь, я тебя в дискетболок, хочешь, я тебя в легкую атлетику отдам, да, ну, то есть там, где нужны высокие дети, я говорю, занимайся, я говорю, ну, я тебя без спорта не оставлю, потому что, говорю, двухметровая девочка, сутулая, да, которая, ну, спорт, он воспитывает, да, семья воспитывает, да, а вот спорт, какая бы ни была секция, там есть тренер, там есть, ну, какие-то понятия, да, и ты чего-то добиваешься, если ты дальше в жизни, как бы, ну, то есть это все параллельно, спорт и жизнь, да, добиваешься в спорте, у тебя, тебе проще в жизни, вот, ну, она вроде как, мамболистка, она пошла тоже заниматься волейболом, вот, первое время было отрицание, она прямо отрицала, что, все, я бросала много раз это дело, ну, все, два года у меня занимается, так-то, да, ну, вот в эти два года такая какая-то война у нее происходила, ну, в общем, в итоге она вот недавно буквально поняла, что, что у нее начал получаться, да, что она не хуже, а может даже лучше других, да, то есть у нее появился интерес, у нее появилось вот это вот чувство соперничества, что вам нужно быть лучше, вот, наверное, вот это вот, ну, вот это вот важно, да, когда у ребенка что-то начинает получаться, да, мы это поддерживаем всегда, да, мы это прям полем и лелеем, то есть чтобы это вот не загасить, не загасить, вот, я сейчас вот в том состоянии мамы нахожусь, да, когда я не хочу ее перегрузить, да, чтобы, давай, 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 ты, у тебя будет классно, все у тебя получится, и в то же время я не хочу отпустить на самотек, да, чтобы она такая, ну, типа, ну, ладно, там, и слилась, да, как у нас говорят, вот, то есть вот эта вот какая-то тонкая грань, которая вот, она, у меня мама как спортсменка, да, не как обычная мама, которая там, ну, там, давай, 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 да, я вот боюсь вот этой вот этой грани, да, ее ни в одну, ни в другую сторону, поэтому сейчас она, да, сейчас она пошла у меня, поехала, стала я ее возить в Заминоградскую, Лангерскую резерву 111-ю, вот, она сейчас тренируется там, вроде как довольно счастливая, вот, вот, все время стала интересоваться, а что, как, а куда, а зачем, а почему, то есть ко мне на тренировки стала бегать уже, к подросткам ко мне на тренировки пошла, хотя она в группу детей еще по возрасту ко мне проходит, да, вот у нас с подростками начала тренироваться, мне там будет интереснее, ну, у нее и уровень, да, вот если так взять, она вот с теми подростками, да, она, в принципе, не хуже их сейчас, вот, но я, конечно, боюсь ее перекормить, да, потому что ей вроде сейчас здорово-здорово-здорово, а потом бац, а ей надо было еще шарики поиграть, да, в этом возрасте, там с детками, там с детками в команде, очень сложно, вот, ну, надеюсь, что поступит правильно, она все будет сделает, да, если пользуясь волейболом, я думаю, что хорошая будет получиться. А младшая у вас? Младшая. Хочешь чем-то заниматься? Младшая, младшая кричит маму, когда ты меня на тренировку возьмешь, я говорю, нет, подожди, я говорю, пока не возьму. То есть все сами выбирают. Ну, да, 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 не, но они такие у меня, они меня поют, то есть они ходят у меня, ну, обе со слухом, с хорошим, да, то есть они меня поют, я тоже это поддерживаю, не волейбол, то есть так поют, в конце концов, ну, не волейбол, вот другой вид спорта, я, я говорю, я только переживаю за то, чтобы у меня ребенок, дети просто не были в спорте, да, то есть я хочу, чтобы они у меня все-таки были спортивными девочками. Нет, 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 я всегда за профессиональный спортом, как говорится, прошла со мной через это, многие, многие говорят, что скультуры лечат, а профессиональный спорта лечат, да, вот, но я так, если у человека есть цель, если у человека все нормально с головой, если, скажем так, сложно же, понимаете, вот она сейчас в спортшколе, да, она учится, 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 потом у нее спортшкола заканчивается, возьмут ее в большой волейбол, не возьмут ее в большой волейбол, да, у нее должен быть какой-то пласт, который она, если она не пойдет дальше в волейбол, да, бог с ним, пусть этот волейбол с ней остается на том, что он есть, но у нее должно быть дальше, дальше развитие куда-то, пусть это будут, там, не знаю, иностранные языки, там, это школа, там, поступление в институт, там, похоже, да. Я ей точно не буду принуждать однозначно, но если она пойдет в большой спорте, то это будет круто, я бы чуть-чуть Да, это очень приятно слышать Вы ставили сцены в сериале, билды, про волейбол, на СТС, сериал Как-то вообще этот сериал съемки поменяли на стол, что-то может быть менялось Да, случайно, это вообще как-то стечение обстоятельств, причем она такая, она реально классная, реально крутое вообще было На меня вышел через Фейсбук, вышел продюсер СТС Дмитрий Тоборчук, сказал Елена, можно с вами пообщаться Ну а просто, по сути, много Фейсбук, как бы были, я быстрее давай забиваться, какой-то такой, какой-то брат, реально продюсер Я говорю, да, конечно можно, вот, и он привел меня команду, ну, мы встретились с его командой, значит, киношников, назовем их так, да, мило назовем, не в обиду, не будет сказано Вот, и им нужно было изначально от меня истории, да, то есть они писали сценарий, и что бы это было как-то, я-то страшно интересно Они вот не только со мной общались, ну, я говорю, просто про себя, да, они пришли и, Елена, расскажите, да, какие-нибудь интересные истории, забавные истории, там, грустные, там, ну, в общем, да, вот, жизнь вот эта вот ваша волейбольная, которая вот тогда с вами была Вот, и мы просидели, наверное, часа четыре, они просто, просто, ну, были в восторге, ну, классно у нас было, классно, 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 получается Ты получишь посиделки, общение, вот, и, ну, мы попрощались, и мы сказали, все, классно, спасибо большое Там, если что, там, например, вас пригласили, я говорю, ну, хорошо Вот, я про них забыть забыла, через какое-то время мне, значит, звонил И связано со мной уже, продюсер, непосредственно сериал, и говорит, значит, Елена, вы не хотели бы поучаствовать в сериалах как консультант волейбольных сцен? Как же нет-то, это же что-то новое, это интересное, это, ну, это вообще, это другой мир, да, для нас вот это другой мир Как вот для них волейбол это другой мир, так для меня это кино было, волейбол это другой мир Вот, я, естественно, туда пришла, и это была, это была Олимпиада, на самом деле, да, это была Олимпиада С такими экзаменами, которые адреналин просто, вот, он зашкаливал Когда все закончилось, в итоге потом, да, когда мы отсняли, все, там уже премьера Я понимал, что мне не хватает вот этого адреналина, мне не хватает, что такое, никто не кричит, там, давай туда, давай сюда, там, стоп-камера, там, снято, дубль, дубль, да Вот, было жутко интересно, да, то есть это такой опыт, вот, огромное, это знакомство, вот, это кино, это какие-то такие вот впечатления, ощущения И когда, вот, сейчас выходит второй сезон, и я тоже второй сезон, да, отработала вместе с ними, уже с новыми режиссерами, с новыми операторами Ну, вот, это вообще другая команда, посмотрим, что выйдет в итоге, да, эти два, вот, а что касается волейбола, как он повлиял, знаете, всегда Во-первых, рейтинг был очень большой у этого сериала, очень большой рейтинг, то есть они заняли первое место вообще по... Да, 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 вот, и, конечно, смотрела, подростки смотрели этот фильм Подростковый интерес к спорту, да, он сейчас очень развит, да, то есть все родители пытаются убить детей в спорту, у них три плама пропаганды спорта, здорового образа жизни То есть это круто, вот, и любой фильм, любой сериал, который связан со спортом, да, вот, МСДС, перед этим, там, 6-7, сколько у них там, молодежки было, да, по хоккею Я смотрела все, я смотрела, мне было интересно, мне были интересны вот эти вот тоже отношения спортивные, да, вот эти вот все эти... То есть это было и мне тоже интересно И я думаю, что очень большой пластик посмотрел вот этот вот сериал, да, и, ну, вот, прям вот пришли ли ко мне дети, которые там заинтересовались, да, после этого Я не знала, они не приходили, что там, они говорили, ну, я посмотрела там другу, да, и пришел там или пришла, нет, но я думаю, что обратили внимание многие, да, заинтересовались многие И, может быть, не ко мне пришли, может, и ко школе пришли, да, но, как бы, массовость, я думаю, что пополнилась еще вот этого сериала, это здорово А с актрисами кого было работать? Ага, актрисы, да, актрисы, да, актрисы, вот, то есть ко мне пришли девочки, которые... Они прям вот актрисы, да, одна вот еще более-менее спортивная девчонка такая, вот такая боевая, вот эта, которая в сериале «Даша» пиццик, она Леле играет Вот, а остальные девчонки, вот, они классные, они суперские, они актрисы И очень нежные, очень такие, ну, вот, девушки такие, да, и научить их волейбол, да, у нас с ними было, наверное, месяца три всего И в эти три месяца у нас был тренировок, ну, максимум раз двадцать Те, кто вот волейбол понимает, что это такое, и что такое научить с нуля за двадцать тренировок Это было просто, то есть они терпели, они старались, они потели бедно, они кричали же, у них все больно, они не могут уже ни бегать, ни прыгать Я говорю, девочки, у нас будет с вами постановка, это кино, вы сами представляете, да, мне нужно, чтобы у вас были ручки, чтобы у вас здесь было все правильно Вы только мне вот сделаете вот эти вот постановочные, которые у вас будут кадр, 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 где все отрежут, как у вас отлетело не туда, я говорю, только делайте, мне все красиво Вот, ну, в итоге, конечно, волейболисты, которые персоналы смотрели и то, что они видели на экране, да, у меня было очень много комментариев написано в фейсбуке, инстаграме там, что, что, как, это, я как могла, значит, вот, все тоже, мы общались, все, как раз такой рабочий момент, вот Я очень довольна работой, вот, и кино, и что получилось, сейчас второй сезон должен быть еще круче, однозначно, вот, ждем выхода, да, и постановка С массовкой в этом плане, вот, в стране немного уже знают, что про волейбол, что они немного, или много, может, кто-то знают про волейбол, играют, в этом плане было проще с ними работать, или... С массовкой или с кем, или с девочками, которые вот на команду приглашаются? С девочками, да, которые за это, ну, нет, ну, конечно, там, девчонки уже волейболисты, они, как говоришь, с какого бы уровня они не были, они, ну, с ними нет, с ними вообще проблем не было, то есть, они говорят, девчонки, встаем сюда, делаем то, делаем это, как бы, все, и там все проблемы, нет, 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 с девочками все хорошо, без проблем А вы пробовали играть в волейболичный буль? Ну, я могу только сказать так, у нас есть, есть замечательное место волейбольное, раздоры называется, да, вот, это отметка волейбола, то есть, это лесные поляны, вот, куда приходят играть все, все, кто очень любит волейбол Там играет в любую водичную, вот, в любую погоду, и в том числе и зимой, вот, мы с моим мужем Алексеем редко, но приезжаем туда, да, вот, и так же, естественно, несколько, некоторое время приезжали и зимой Ну, могу сказать так, играть жарко, но все время руки мерзнут, перчатки одеваешь, все уже не те ощущения, перчатки снимаешь, у меня есть немножко, ну, все холодно, больно, вот, тепло, рукам холодно Ну, в общем, вот такой волейбол, а так он еще не отличается, то есть, удовольствие, свежий воздух, там, продышишься, нагуляешься, супер вообще А как лектор для развития вашей школы не рассматривается? О, нет, тут мы надо этим еще не думали, я думаю, что это больше как для удовольствия, больше развлечений, больше какой-то, ну, никак не рабочий момент, а больше это все-таки Ну, он сейчас, конечно, развивает, развивает этот снежный волейбол, да, в люди, но вот для меня это, это отдых С учениками как проводится время вне школы, есть какие-то позиции? Ну, вот, вот вывозим учеников два раза в год, мы приглашаем как раз посмотреть на этот вот весной волейбол, на людей, которые никогда не добили, ну, нет, там есть, конечно, и профессионалы, но основная масса, это люди, которые Вот чему-то научились где-то, в школе научились, да, потом пошли там в компании, дальше, 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 и вот они пришли туда, и как они играют, как они классно играют, да, на каком уровне играют весном вот этот вот И как они там отдыхают, да, как они умеют наладить свой отдых с волейболом, дети смотрят, и видно, что они, Алина Михайловна, а можно вот, а мы когда еще поедем, а можно вот я туда поеду, можно, приезжай, бери родителей, приезжай, вот, то есть, интерес есть у деток, вот Что мы еще с детьми делаем, я их ввожу на чемпионаты России, на игры, на соревнования, ввожу тоже по желанию, то есть я прям, там, сегодня, там, ну, сегодня, там, в субботу играет, там, Динамо, Москва, не важно, мужчины, женщины, там, да, все оттенки, желающие, вот иногда очень много народ собирается, где-то с удовольствием хоть посмотреть на профессионалы, ну, вот такие вот у нас, да, все оттенки А вот Вы говорили про пусилку, открытие новых площадок школы, а еще какие-то ближайшие планы есть? Пока там, потому что все это, все пока это разовьется, все это пока что-то обрастет, вырастет, придут люди, это время нужно, да, и разбрасываться, как говорится, да, своими там возможностями, как все тут, 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 и так ничего не выйдет, поэтому налажено здесь, сейчас будем налаживать там Спасибо, спасибо, на последоке хотелось бы вас попросить, чтобы вы пожелали что-то подписчикам нашим, волейбол-фэнс, да, подписчики, знаете, не бойтесь приходить, да, и начинать учиться волейбол, это на самом деле классно, вас сразу примут, примут свою семью волейбольную, Вас научат обязательно играть в волейбол, в каком бы вы состоянии не были, чего бы вы могли, или не умели, или уже умеете, но хоть хотите, улучшить свои возможности, да, и свой уровень писания в волейболе, приходите обязательно, будет здорово, найдете новую семью Спасибо большое Вам спасибо А теперь мы на турнир А теперь мы на турнир, уже все заждались Спасибо Спасибо